Меня зовут Заворотинская Наталья. Я уже больше 10 лет работаю с профессором Алексеевым, который создал теорию соединительно-тканинной медицинной биологии. Я буду рассказывать, что это, очень вкратце, потому что для того, чтобы понять, что это, нужно долго и внимательно в это вникать. Эту лекцию я читаю уже не первый раз. То есть мы вместе с профессором и вместе с врачами читали ее в Москве и всякий раз натыкались на кучу возмущения. С одной стороны, конечно, хорошо, что тут... Поэтому, конечно, хорошо, что здесь не очень много народу. После этого многие бегали за мной и кричали, что я фашист. И было очень много негатива в ответ на эту лекцию. Но ситуация изменилась, на мой взгляд, в апреле этого года, когда впервые на конференции «Человек и лекарства» где регулярно проходят лекции диспластологов, зал позитивно отреагировал на доклад о дисплазии. Я была очень удивлена, потому что обычно это встречало страшное сопротивление и возмущение у аудитории. В этом году аудитория была набита просто под завязку. Люди стояли, сидели на подоконниках и слушали лекцию диспластологов из Обска. И поэтому появилась идея записать эту лекцию, посмотреть, как на нее будут реагировать, но уже не на умском материале, а на материале профессора Алексеева. Значит, тема заявленная «Кутаперчевые дети», потому что проблема дисплазии начинается с момента рождения. Сначала историю, потому что многие говорят, что дисплазия – это вообще вот вы только что это придумали, и никогда этого совершенно не было. Первенство в изучении дисплазии имеет Россия, так же, как во многих других областях. Но закрепиться в этом первенстве ей никогда не удается. В 1891 году травматолог Чернобуба обнаружил феномен гиперостиженности кожи. И фактически вот эту дату можно считать началом изучения дисплазии. Спустя 5 лет педиатр Антонио Марфан обнаружил патологию скелета у девочки. И спустя некоторое время синдром был назван его именем. Это второй этап. То есть это уже подход с другой стороны. И уже в начале 20 века в Дании и во Франции одновременно описали синдром суставной гиперподвижности. Вот здесь вот все изображено. Гиперрастиженность – это, конечно, предельная форма гиперрастиженности. Предельная форма Марфана – это то, что нам задало стандарт красоты, этот твиги всем известное. И вот гуттаперчевые люди, которыми все любят восхищаться. Второй раз передовинство в России было в 1929 году, когда Александр Богомолец сделал соединительную ткань, которую раньше считали вообще совершенно не… И до сих пор врачи считают, что такой соединительной ткани, кости какие-то. Сделал ее царицей. Он впервые обнаружил, что она выполняет множество функций. Нам нужно изучать не гормоны, нам нужно изучать, как соединительная ткань воспринимает эти гормоны. И фраза «возраст человека поделяется возрастом его соединительной ткани» осталась до сих пор. И до сих пор она используется практически в сине. Но развитию соединительной тканной теории помешал Сталину, поскольку генетика была разгромлена так же, как был разгромлен сам Богомолец. Его институты были закрыты, учение было обозвано антинаучным, Сталин был очень обижен на Богомолеца. Богомолец как-то неосторожно сказал, что человек может жить до 150 лет. Сталин обрадовался. Но Богомолец умер довольно рано, в 63 года. Но и это он прожил очень хорошо, потому что он болел туперкулезом. В 53-м году началось возрождение генетики, началось возрождение биологической науки в СССР. Но отставание было уже абсолютно критичным, поскольку в 55-м году в Америке были выпущены наследственные заболевания соединительной ткани, началось активное изучение генетики, и отставание до сих пор практически не преодолено. Здесь ничего особенного, отличающегося от подхода генетиков в другом мире, в западном, абсолютно нет. То есть, что они работают в рамках традиционной медицины, не получая никакого результата, что западные генетики, в принципе, они создают огромные талмуды, которые раскладывают наследственную патологию человека, но никакого прорыва в лечении этой наследственной патологии генетического пока не было сделано. Хотя работы ведутся очень активно на уровне генно-модифицированного человека. Прорыв был сделан опять в России, даже в третий раз в этой области был сделан в России. Это сделан и профессор Алексей, который сказал, что нам нужно выйти из паразигмы синдромального подхода, то есть мы должны придумывать какой-то синдром Морфана, синдром Эллирса-Домер. Он создал всеобъемлющую теорию соединительной ткани, которая охватывает множество областей и позволяет действительно лечить пациентов, что он, собственно говоря, и делает. Я не буду рассказывать, что такое соединительная ткань, потому что соединительная ткань намного сложнее, чем любой орган, который изучает какой-то конкретный врач. Она состоит из нескольких видов. Это твердая кость, это жидкая кровь и лимфа, это гелеобразный сустав. То есть соединительная ткань представлена во всех органах. Поскольку была заявлена тема для детей, любая мамочка сталкивается со словом дисплазия фактически моментально с рождения. То есть она боится этой дисплазии дозабедренного сустава у ребенка и правильно боится. Ребенок находится в хорошей ситуации, потому что если правильно врач определяет до трех недель, то в принципе дисплазию можно поправить. Собаки также страдают дисплазией дозабедренного сустава, но поправить дисплазию у собаки практически невозможно. Это связано с тем, что ребенок рождается не вполне взрослым, то есть он лежит, и мы можем его фиксировать с временами паблик или какими-то другими фиксирующими средствами, а щенок вскакивает и бегает сразу, поэтому мы не можем с ним практически ничего и сделать. Вот здесь я выбрала фотографию собачки-овчарки. Вот практически все овчарки, которые ходят по нашему городу, имеют вот такой вид. У них ножки X-образные. У меня у самой две собаки дисплазии. Первую я взяла, зная, что она вообще ходить не может, задние ноги у нее волоклись, то есть она шла, а задние ноги шли вот так вот за ней. И еще одна собака у меня сейчас, я ее брала в 4 месяца, 4 месяца до несчастного Эрделя возили по стране и пытались продать. Он сидел в клетке и 4 месяца из клетки не выходил. То есть ноги у него вообще вот так вот, сведенные просто. Вот, но, когда вот считается, что исправить невозможно, конечно, эту собаку вознамножение отпускать нельзя, но можно сделать ее жизнь вполне здоровой. И моя первая собака здесь по лазине бегала достаточно быстро и практически не было заметно. И вот сейчас Эрделя тоже, в принципе, я не могу пожаловаться, что он очень сильно страдает от дисплазии. Мне очень жалко тех собак, особенно которых содержат во всяких охранных структурах, которые вот так вот передвигаются. Хотя, на самом деле, им очень вполне можно помочь. Еще раз, вот еще один слайд про сравнение человека и собаки. Это гиперностижимость кожи, которая была первой обнаружена в области дисплазии. Здесь мы видим, конечно, предельную стадию гиперностижимости. Это человек выступает своими показанными. Впрочем, так же, как и все женщины-змеи, тоже очень любят тебя демонстрировать. Гиперностижимость, это не... Вообще, дисплазия, это не болезнь. Это состояние. Оно может быть патологическим, может быть защитным. Это биологическое. И если мы видим вот эту милую собачку шарпей, которая вся в складушку с моей возьмем, вот так вот растянем, она же будет очень так же гиперностижима у нее кожа. Вот это... Все эти шарпеи, мастифы, в итоге все складчатые собаки, это собаки, которые выставили в боях или использовали для охоты на крупного и серьезного зверя. И если повреждения наносятся на кожу, то все это соскальзывает. То есть очень сложно повредить внутренние органы. Генетический анализ, приведенный на складчатых собаках и на людях с гиперрастяжимостью, показывает, что гены очень похожи. То есть это все существует в природе для чего-то. Важно понимать, что когда говорят о дисплазии, даже о дисплазии тазобедренного сустава, это дисплазия не сустава, это дисплазия не кости, которые сустав неправильно вставлены. Это проблема всей соединительной ткани. Вот здесь два примера мы приводим. Вот ворот свитера, сначала он упругий, потом он растягивается. Вот так же и соединительная ткань. У нее есть волокна, даже как есть волокна в матрасе или в вязаном изделии, и эти волокна со временем или изначально они могут быть не такими прочными и упругими. И тогда, когда они теряют эту прочность и упругость, мы видим, что некий биологический объект не может иметь ту форму, которая ему задана природой. То есть, эта форма становится более мягкой, более рыхлой, более податливой, из сустава выщелкивает кость, и появляются другие болезни. Вот они. Если у него есть слабая соединительная ткань, слабее диафрагма, появляются птозы, опускаются внутренние органы. То есть, нельзя сказать, что какая-то из этих болезней может существовать одна. То есть, когда человек идет к врачу и говорит, у меня варикоз, и начинается лечение варикоза, то последствия могут быть совершенно непредсказуемыми для сердца. Точно так же, когда лечат сердце, последствия могут быть непредсказуемы для почек. То есть, вся система, то есть, все органы человеческого тела связаны через соединительную ткань. Вот еще раз я возвращаюсь к этому слайду. Видите, здесь пружина вот такие же пружины и это волокна коллагена, которые держат нашу... Вот на коже дерматологи очень хорошо показывают, как идет процесс старения кожи, когда-то идет процесс складчатости кожи. Видите, вот тут вот кожа при достаточном уровне коллагена она ровная, кожа при слабом коллагене, она приобретает вот такую извинность. И результате старения, это всегда увеличение количества кожи. Она растягивается, так же, как растягивается бороду свитера. Кожи становится слишком много. Мы забыли поставить картинку про варикоз. Вот при варикозе что происходит? Вена не заболевает. Вена так же вытягивается, как вытягивается ворот свитера. То есть длина ее становится больше. И при варикозе длина вены может стать в два раза длиннее, чем вена, которая была бы в норме. То есть вот эти вот две картинки, они показывают, что происходит во всех органах, в которых есть коллаген и в которых есть соединительная ткань. все вытягивается и все растягивается. С одной стороны, дисплазия это не болезнь. То есть нельзя сказать, что человек диспластик, он болен. Но с другой стороны, это очень серьезное состояние, патологическое состояние, которое должно заставлять людей задуматься и заняться собой. Потому что вот картина смертности. При дисплазии смертность чуть ниже, чем при болезни системы кровообращения. А болезни сердца боятся все, ужасно боятся. Здесь мы смотрели статистику по синдрому внезапной смерти младенцев. Никто до сих пор не знает, почему родившийся здоровый ребенок, относительно здоровый, который получил по шкале Афгар высокие оценки, вдруг внезапно умирает. То же самое у собак, только у них называется синдрома Гасанищенко. Синдром внезапной смерти в большей степени в странах Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Все мы ужасно любим посмотреть, как йоги прекрасно сворачиваются, какие гибкие молодые азиаты. Вся гибкость, молодость азиатов зависит от того, что соединительная ткань у них имеет совершенно другие характеристики. Она более мягкая, она более инфантильная и она, соответственно, более растяжимая. Но за это они раскладчиваются тем, что тяжелая дисплазия около 25% населения в странах Дальнего Востока. Еще когда мы можем столкнуться с проблемой внезапной смертности, это бесконечные и в последнее время учащающиеся сведения о внезапной смерти спортсменов. Детей на физкультуре, когда нам сообщают о том, что вполне нормальный ребенок вышел заниматься физкультурой и умер, спортсменов на тренировках и спортсменов во время соревнований. То есть это, если просто вот так вот даже делать запрос, вы увидите, какое количество спортсменов умирает. Вот в спортсмены идут диспластики и, соответственно, вот этот синдром внезапной смерти при дисплазии мы можем видеть отчетливо на спортсменов. Я позднее еще раз вернусь, почему диспластики идут в спорт и для чего это. Вот эту фотографию я встретила недавно. Вот в чем разница между спортом и отбором в элитные войска. Спортсмен сейчас за свои тренировки он платит сам, он сам добивается чего-то и, в принципе, стоимость этого спортсмена для государства она вообще ничтожна совершенно. Ну, один спортсмен умрет, другой придет на его место и еще и подерется за это место. А вот отбор в элитные войска идет очень серьезно и здесь нельзя ни в коем случае допустить никакой внезапной смерти, потому что подготовка каждого вот такого вот бойца она стоит очень больших денег. И поэтому отбор в элитные войска ведется предельно тщательно. Никакой дисплазии, никаких стигм дизембриогенеза, никаких повреждений не допускается. Откуда ведется это знание, как выбирают в эти спецвойска? Раньше каждая крестьянка в Курской губернии знала, каким образом брать невестку в дом. То есть она могла посмотреть на ногу и сказать, вот эту невестку мы берем, а эту не берем. Я сама видела такую бабушку-крестьянку, которая выбирала. Когда она увидела у одной из своих невесток немножко сведенные пальчики, она была очень возмущена этим. Потому что знание это оно не появилось в 1891 году вместе с черновым. Оно существовало в народной популяции всегда. И отбраковка людей, которые, как мы сейчас отбраковываем собак, также отбраковка людей, потому что тогда невестка должна была выполнять функции. Она должна была рожать много детей, она должна была пахать в поле, она должна была обслуживать всю эту семью и, в конце концов, кормить эту бабку, которая ее выбирала. И поэтому в народе эти знания всегда были. А сейчас они почему-то сохранились только на уровне бойцов элитных подразделений. Можно сказать, что дисплазия это что-то суровое, когда кожа растягивается. Но здесь я сразу пытаюсь ввести такие малые признаки дисплазии. Это милые ямочки на щеках и немножко раздвоенные подбородок, которым гордится Мила Егорович. И это уже начало соединить над камнем дисплазии. Это говорит о том, что в случае ямочек какие-то группы мышц не сформировались на лице. И мы видим эти ямочки явственно просто. А в случае раздвоенного подбородка это говорит о том, что тогда, когда формировался эмбрион, его половинки просто не сошлись и осталась дырочка, которую мы видим на подбородке у любого человека. Дальше будут костинки еще страшнее, готовьтесь. когда дисплазия стала не просто нормой, она стала желаемым идеалом. Здесь вот не было еще фотографий, мы ее забыли поставить. Все знают Одри Хэбберн. Все знают. Одри Хэбберн считала себя страшной уродкой. Она не считала возможным показывать себя в принципе, потому что именно благодаря Одри Хэбберн появилась, она стала лицом нового направления генетики, которое называется эпигенетика. Дело в том, что Одри Хэбберн пережила страшный голод, который был в Нидерландах зимой 1944-1945 годов. То есть мы знаем о том, что у нас была осада Ленинграда и тогда люди голодали, то же самое было и в Европе. И это показывает о том, что какая бы крепкая, то есть основная мысль из этого какая, какая бы крепкая генетика ни была, но внешние условия, если мать голодала во время беременности, если были какие-то тяжелые стрессорные условия, то ребенок заработает эту дисплазию и она не будет называться наследственной. Она будет приобретенной, эта дисплазия. И как ни странно, эта приобретенная дисплазия даст еще более тяжелое потомство, если бы была наследственная дисплазия. Это 60-е годы. В Европе появилось очень много таких типов, как Одри Хэбберн и Твиги и все прочие вот эти вот страшные длинные модели, которыми сейчас восхищаются девочки и ужасно хотят быть на него похожими, то есть они худеют, они образ барби стараются принять, и это болезнь. Он называется синдром Марфана. Это красивая форма, это, ну, как бы, у каждой дисплазии есть несколько ступеней, есть слабая форма, есть более выраженная. Вот так выглядит синдром Марфана. То есть вот внучке, если вот такая девочка выйдет за такого же высокого мальчика, то потомство будет приблизительно вот таким. А полный набор будет нести этот ребенок, срок жизни не больше 30 лет, в лучшем случае 30 лет, некоторым без лет. То есть если не такая тяжелая форма, мы видим худого человека, высокого роста, с очень похожим на птичье лицо с длинными пальцами. Я к этому еще буду возвращаться, как этот Марфан выглядит. Поэтому восхищаться вот этим нужно всячески объяснять девочкам о том, что вот это не норма, это не образец для подражания, это тяжелая и серьезная болезнь. А вот это соединительная ткань принца Уельского. То есть, казалось бы, династия хорошая, я не думала, что он плохо питается, на что здесь нужно обратить особое внимание и научиться это видеть у каждого человека. При пожатии выдавливается кровь из мелких капилляров, а потом она долго-долго туда не возвращается. Вот это называется симптом белого пятна. В 70-х годах в учебнике биологии для школы симптом белого пятна был описан. Я сама видела этот учебник, где рассказывалось о том, что это гипотония, которая указывает на предельную степень усталости или болезненное состояние человека, то, что кровь не может проникнуть в схлопнувшийся капилляр. У капилляра стенки тонкие, упругости у них практически никакой нет, выдавили из них кровь, кровь еле-еле оттуда вернулась. Сначала норматив возврата появления белого пятна был 1-2 секунды, потом в учебниках педиатрии его увеличили до 3-4 секунд, сейчас этот критерий определения патологии вообще исчез из всех учебников. Если вы сейчас видите вот эти руки, то есть опустили вниз, нажали, посмотрели, появляется симптом белого пятна, это уже указывает на то, что соединительная ткань страдает, голодает, ее нужно каким-то этим, каким-то образом ее поддерживать. Каждый ребенок рождается вотоперчивым, если маленький ребенок попадет с кровати, ничего не будет, ничего не случится, потому что он весь мягок, он весь гибок, он весь упруг, он весь выгибается в разные стороны, и до 3-5 лет мы, в принципе, можем увидеть только эту дисплазию тазобедренного сустава, которая вроде бы вылечивается, но после нее может появляться следом то, что указывает на дальнейшее развитие дисплазии. В 3-5 лет появляются провязки клапанов, любых клапанов, клапанов, нейтрального клапана, клапанового аппарата, который находится в желудочно-кишечном тракте, этого ребенка очень легко увидеть. Все носятся, а ребенок здесь он отдохнул, здесь он пожаловался на головную боль, здесь он как-то вот так вот ушел от этой ситуации, и родителям кажется, что, как у меня хороший ребенок, он флегматичен, он такой управляемый, он такой, не сумасшедший. И на 3-5 лет приходится первый кризис детского возраста, когда этот ребенок еще может дать другую ситуацию, он может начать бояться кошмаров ночных, он может стать очень тревожным, плаксивым, раздражительным. Если обращаются к врачу или психологу, они говорят, что вы хотите, это же кризис, это же кризис развития, а на самом деле это первый этап формирования висплазии. В возрасте 5-12 лет появляется уже косная аномалия, сколиоз, деформация грудной клетки, плоскостопие, миопия. И опять же, обращение к врачам говорит, что вы хотите, ваш ребенок сидит в школе, это болезнь от школы, и этого ребенка начинают лечить разные врачи от школы. В возрасте 15 лет и старше появляется в виде сосудистой стезистонии, гормональная проблема, ребенок начинает курить, связывается с плохими компаниями, становится годом, и полный набор подростковых изменений. Здесь опять все врачи и психологи в один голос говорят, а что вы хотите, это же подросток, это же гормональная, это становление ребенка, то есть это норма. Мне больше всего понравилось на прошедшей конференции то, что сказали, в цивилизованном, развитом обществе нет никаких возрастных кризисов у детей, потому что увидев дисплазию тазобедренного сустава, начинают лечить этого ребенка. Я вам уже рассказала об Одрихе Берн, о том, что дисплазия может появиться в связи с тяжелыми условиями введения беременности. Вот этот ребенок с 31 пальцем появился в Китае совершенно недавно. Это вот новость буквально недели две, я не помню, когда это было, и все так восхищались, но проблема в том, что у мам это пальцев тоже много. А сколько пальцев будет у ребенка этого мальчика, мы не знаем. Вторая проблема, это проблема накопления дисплазии в популяции. Только сегодня мне рассказали историю о том, что 13-летний мальчик упал, я не помню уже подробности, но в общем он упал, и все боялись, что все это кончится очень плохо. Его отвезли на томограмму, 13-летний мальчик выяснил, что никаких повреждений он лучше-таки получил, но у него остеохондроз шейного отдела позвоночника в 13 лет. В каком возрасте будет остеохондроз у его ребенка, мы не знаем, может быть, в 5 лет будет этот остеохондроз. То есть, если в семье что-то есть, и оно начинает проявляться в детях, возраст манифестации этого явления будет постепенно молодеть. Это вот очень наглядно показывает. Ну и классика. Проверьте себя на дисплазию. Вот это тест, который должен иметь каждый человек для того, чтобы себя проверить на дисплазию. Попробуйте. Придавить палец сюда. Прижимайте. Вот так. Вверх. Перерасгибание. То есть, здесь должна быть прямая линия, любое передвижение. Можете не делать, тут всем это. Любимый тест дотронитесь руками до пола. Выгните свой позвоночник так, чтобы руками дополниться до пола. Ни в коем случае это, если вот так, только кончиками пальцев это нормальная гибкость. Если руки вот так кладутся, то это уже указатель на то, что гиперподвижность в позвоночном отделе. Все проверили? Если не разгибайте вас дальше еще обратно, то есть, это еще не все будет. Вот так выглядит в плазе в тяжелых формах. И все это вы можете увидеть у своих друзей. вот те пальчики это морфан. Это арахмодактилеи, это очень длинные пальцы. Пальцы погонения, пальцы художников и музыкантов это признак морфана. Внизу мы видим плоскостопие с заваливанием щитолотки вовнутрь. Вот это классика, которую люди очень любят делать с пальцем. Оттягивание кожи. Ноги, ужасные ноги с раздвинутыми пальцами. это говорит о том, что все связки уже расползлись, стопня распласталась. Наверху пальчики ребенка, которые прекрасно вот так выгибаются. И это лишь малая часть признаков дисплазии. Ну вот то, что я просила сделать вот так. Это тяжелый случай, когда руки выгибаются в обратном направлении. Вот так сидит ребенок с выраженной дисплазией, это его любимая поза. Также сидят люди, которые приходят на прием с жаловами на мигрене, на головную боль любимая поза. Вот это прекрасное, красивое лицо с такой безумной растяжкой. То есть, это казалось бы, должно быть красиво, но на самом деле это показатель того, в каком состоянии находятся внутренние органы, потому что они сшиты ровно из такого же материала. И вот такая вот сосудистая сетка, которая указывает на то, что кожа очень тонкая, через которую просвечивают вены. Это тоже один из признаков дисплазии. Все школы, которые находятся в рамках 19-го лета синдромального подхода, они почему-то считают, что диспластик это тонкий, звонкий и худой. То есть, вот если мы берем морфан, вот это диспластик. Если мы берем девочку с недостаточной массой тела, это дисплазия. Совершенно неизвестно, на чем это основано, потому что вот эта женщина очень известна, эта женщина, у которой ни одного сустава здорового нет. То есть, когда она начинает вот так, у нее выгибаются ноги, если вы пройдете сейчас по улице, посмотрите, у нас около 70% девочек вот так же выгибаются ножки кузнечика, коленочками назад называете, да? И когда она ходит, у нее эти суставы выщелкивают, получаются вот такие травмы. Веса тут очень немало, но это дисплазия, это полноценная соединительно-тканная дисплазия с большим весом, и это синдром гипермобильности. Девочка очень хотела жить, она стала известна, она старалась, она оборвалась, и ей подобрали мужу прямую противоположность. Вполне возможно, что у них будут относительно здоровые дети. Главный принцип это увидеть эту дисплазию и научить подбирать себе супруга. Прямо противоположность, чем больше противоположен супруг, тем это будет лучше. В Омске в консультации сделали подростковую консультацию, где принимают детей, где проводится огромный объем работы, и детям помогают выбрать спорт, если уж они этот спорт так хотят, помогают выбрать профессию, помогают подобрать индивидуальные занятия, помогают подобрать супруга. Вывод их однозначен. Мальчики прекрасно воспринимают всю информацию и выбирают супругу исключительно по рекомендациям врача. Девочкам вообще все равно. Девочек ничем не пробьешь, у девочек любовь. С девочками очень тяжело, я потом объясню еще, почему. Ну, давайте сейчас вот я скажу, почему с девочками так сложно. Значит, психологические исследования диспластиков проводятся практически везде сейчас, даже в множестве медицинских вузов стало это проводить, именно психологические исследования. Они показывают то, что мальчик диспластик, он начинает испытывать недовольство с собой, то есть он испытывает эту тревожность, что он не похож на других, и он пытается что-то делать. А девочки, особенно в последнее время, чем больше они не похожи на других, тем больше у них признаков дисплазии, опять же, вернусь, вот почему это происходит, потому что они вот на это смотрят, тем больше они считают себя суперкрасавицами. То есть если прийти сейчас в классы, проанализировать девочек, которые становятся альфами, мы увидим вот это. Мы увидим тяжелые поражения соединительной ткани, мы увидим множество стигм деземприогенеза, но эта девочка по неизвестным причинам будет мнить себя суперкрасавицей и будет забивать совершенно других девочек. То есть это такая гиперкомпенсация у девочек, обладающих высокой степенью дисплазии. Причем, насколько я помню, вот свое детство, девочка вот с такой внешностью в принципе не могла бы претендовать на какую-то даже вот, даже подумать не могла ни о какой позиции альфа, потому что это считалось уродством. Сейчас совершенно все изменилось. Значит, вот здесь мы видим классическое лицо морфана. Морфан очень интересный синдром, очень изученный, поскольку мы его можем увидеть практически вот легко. Вот это известные морфаны, которые прожили много лет. Никола Паганини, по его пальцам даже есть название, пальцы Паганини. Ганс Кальсиан Андерсон прожил 70 лет. Видите, лица у них очень-очень похожи все друг на друга. Авраум Линкольн, я про них вот про этих трех первых не читала, этот Корней Иванович Чуковский меня очень сильно заинтересовал. Это классический морфан, он прожил аж 87 лет. Он вообще не спал. То есть, если прочитать его дневники, сна у него не было. В лучшем случае, он спал один или два часа в день, а все остальное время он был постоянно занят. Морфан – это человек с предельной, если это морфан настоящий, такой, который себя осознает, который пытается с этим что-то делать, это человек, который трудоголик, он все время чем-то занят. Мне известны морфаны практически все в МГУ. Один из них поступил в МГУ в 14 лет. Добиваются они высоких степеней, и если они живут как бы в своей капсуле, в которой им хорошо, комфортно, как Чуковский прожил, он жил при Российской империи, он жил при большевиках, он закончил в жизни в 1969 году, он жил в своем мире, в этом мире были дети, в этом мире была минимальная физическая нагрузка. В общем, если вы возьмете Дни моей жизни корней Чуковского, вы прочитаете, вы прочитаете, что происходит внутри этого морфана. Но если этот морфан вырос в патологической семье, и этому морфану этот адреналин не дает покоя, не дает жизни, то мы его можем увидеть где угодно, он действительно дольше 30 лет не проживет, потому что себя беречь он не будет, творчеством, которое его может спасти, заниматься не будет, и закончится все это крайне плохо. Почему это все закончится крайне плохо, возвращаемся сюда, потому что вот основной критерий морфана, это когда он сжимает пальцы, они заходят друг на друга. И вот, я не знаю, ни у кого здесь, наверное, так не получится, вот этот пальчик должен торчать, вот этот признак арахно-тактилей, паучьих пальцев. Умирают эти морфаны от разрыва аорты, от разрыва аневризмы, потому что вся эта тонкая, длинная, соединительная ткань, она точно такая же в суставах, сосудах, и эти сосуды расслаиваются, выпячиваются, и человек долго не живет. Я вот историю принесла из жизни, если хотите, можете почитать, насколько велика эта трагедия людей, которые живут с этим морфаном, но врачи об этом синдроме морфана не слышали вообще никогда. Что можно сделать для того, чтобы не появлялись гипермобильные дети? Нужно прежде всего осознать то, что у нас у всех здесь выраженный белковый дефицит, то есть белка, мы не доедаем, мы с каждым годом не доедаем все больше, и у нас недостаток микроэлементов. Больше всего недостаток микроэлементов это по меди, практически вся территория России, это медный дефицит, это йодный дефицит, хотя йод на диплазию не сильно влияет, это дефицит по кальцию, а по кальции ситуация такая, что мальчикам мы можем восполнить дефицит кальция, даже не восполняя белковый дефицит, а если девочке мы начнем давать кальций, но будет сохраняться белковый дефицит, ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Дефицит меди приводит к тому, что во время беременности у женщин появляются, тогда давайте вот отсюда начнем, беременность, это тест на состоятельность соединительной ткани. Опять же, когда в 5 лет говорят, ну это возраст такой, во время беременности появляется варикоз, выпадают зубы, появляется остеохондроз, геморрой, опущение внутренних органов, что же вы хотите, это же беременность, это же должно быть, поскольку это у всех есть, то есть это так оно и должно быть. На самом деле, если мы не имеем дисплазии, что практически невозможно в наше время, то беременность пройдет совершенно нормально. Но если мы имеем хоть какие-то произведения дисплазии, то при беременности получим плоскостопие, расширение ног, увеличение птоз белой линии живота и весь полный набор там компонентов, которые мы видим любой женщине после беременности. Вот беременность тест на состоятельности на соединительной ткани и детские кризисы тест на состоятельность соединительной ткани. Видим, что беременность прошла с расширением вен, делаем вот здесь, была дисплазия. Она проявилась, она зацвела, и дальше она будет только развивать, если мы не будем ее каким-то образом контролировать. Про дефицит меди прочитайте сами. Практически везде это есть. Эмоциональная лоббильность у диспластиков. Один из характерных признаков – быстрый перепад настроения, быстрый переход от возбуждения к тревожности, плаксивости, снег, мнительность. Все это требует психологической поддержки. Давно я работала на телефоне доверия и понимала, что я там делала. А потом меня повысили. Я села на консультативный прием психологу. Я вообще психолог по образованию, но психологом я проработала ровно 8 месяцев. 8 месяцев на телефоне доверия и 2 месяца на консультации. Через 2 месяца я поняла, что деятельность моя совершенно бессмысленна, потому что я видела абсолютно голодных детей, которые приходили ко мне на консультацию. Эти дети были явно недоформлены. У этих детей тряслись руки. Эти дети были педагогически запущены. Не в том смысле, что родители меня не занимались, потому что после этого ко мне родители приходили. В том, что курение, с которым родители обращались ко мне, было этому ребенку просто необходимо, потому что другим способом избавиться от своей эмоциональной лоббильности этот ребенок просто не мог. И курение было не самое тяжелое, потому что если мы имеем выраженную дисплазию, то этот ребенок начнет пить пиво. И это пиво будет его успокаивать, потому что там содержатся хоть какие-то витамины В, которые он оттуда получает. А если он начинает пить водку, я тоже этого ребенка понимала, потому что при том дефиците белковом, который у этого ребенка был, не сильно были получены дети, приходили в наш центр, водка для него была источником получения энергии. То есть лишить его его, а что он получит в замен? И тогда я поняла, что моя деятельность с психологом, она без объяснений родителям, что происходит, она совершенно бессмысленна. И после этого я больше к психотерапии не возвращалась никогда. Психолог не может заниматься голодным ребенком с дефицитом микроэлементов, с выраженной дисплазией, которая требует коррекции прежде всего на биологическом уровне. А потом мы только можем говорить о какой-то психике. Психолог должен работать только в связке с врачом, который проводит поддерживающую метаболическую терапию, который объясняет, что с этим ребенком надо делать. И только задача психолога будет состоять в том, чтобы объяснять, что ему можно делать, а что ему делать нельзя. Сейчас, секунду, мы, наверное, это не сделали. Проблема спорта. Кто идет в спорт? Вот. Еще раз сюда возвращаемся. Диспластики, когда их спрашивают, для чего они занимаются спортом, они занимаются для красивой фигуры и повышения самооценки. Редкие не диспластики или менее диспластики занимаются спортом для здоровья и повышения работоспособности. То есть вот это основная характеристика, для чего эти люди идут. Настроили кучу фоков. Кучу фоков. И детей туда загоняют. В результате мы получаем незавную смертность. Сейчас очень много молодых людей занимаются бодибилдингом. Один бодибилдер недавно умер. Он просто вшел и упал. Ну или в драке он принимал участие. То есть то, что для любого человека, ну упал, ну ушибся, ну травма головного мозга, ну пройдется трясение. Он упал в комнату. Когда его оперировали нейрохирурги, они сказали, что мы ничего сделать не сможем. То есть никакого искусства нейрохирурга здесь не потребуется, потому что ткани, они буквально перфорированы, они расползаются. То есть мы когда трогаем их, а они превращены в пластилин, причем, которые еще и тают под руками. Но этот диспластик, он пойдет в бодибилдинг, потому что ему нужна красивая фигура. Он хочет с помощью этой красивой фигуры что-то доказать. Он хочет определиться, сказать, что вот я такой же, как и вы, я себе фигуру еще про себя выстрою. И вот эта мотивация, вот эта вот работа с этой мотивацией, это то, чем может заниматься психологом. Тормозить его в том, чтобы он не шел ни в бодибилдинг, чтобы он не шел ни в бокс, потому что если диспластику съездить по голове, мы можем все, что написано в книгах по патологии бокса, прочитать. Так, возвращаемся. Мы уже проехали. Дальше была такая небольшая всталочка. То есть если вдруг, я много раз видела, поскольку лекции мы эти читали, человек может додавить сюда пальцы, но он знает, что это очень плохо. И он недодавнивает. Он говорит, смотрите, у меня вот недодавнивается этот палец, и тут у меня палец не прогибается. Вот на этот случай есть возможность увидеть нарушение своего развития с помощью так называемых стигм-эмбриогенеза. Стигма – это знак. Ну, стигма – это знак. Ну, начиная опять с моделей. Вот здесь вот пропорции красивого лица. То есть мы делим позиционно три части. Здесь мы видим глаза, которые стоят на своем месте, подбородок, который вырос, нос, который не длинный и не короткий, и лоб, который прямой и высокий. Мы очень хотели найти моделей, но не успели сегодня, у которых глаза широко расставлены. То есть вообще считается, что широко расставлены глаза – это все весьма красиво, то есть очень много моделей широко расставленных глазами. Широко расставленные глаза, называются красивым словом гипертеллоризм, является сигмодизмом эбрегенеза. То есть это тоже говорит о том, что эмбрион, когда он сворачивается, он не досвернулся. А если у него глаза близко посажены, это гипертеллоризм. Это говорит о том, что эмбрион очень быстро свернулся. Много детей, даже в Москве стало появляться с пикантом. Вроде бы это не дал, но пикант есть. Это тоже один из симптомов дизембрегенеза. Прекрасный симптом – это тоже ваша мочка уха. Постоянно видим. Считаю, что это один из вариантов нормы. Это не вариант нормы, это вариант дизембрегенеза. И если мы собираем, допустим, гипертеллоризм, широко расставленные глаза, и вот такую мочку уха, и еще какой-то одной из стигматов дизембрегенеза, мы уже можем говорить о том, что здесь очень сильное повреждение человека было в момент его роста в утробе матери. Вот эта фотография практически везде в интернете сейчас очень любит ее перепечатывать. Египтианин, ремнинг, грек – это все патологии стопы. То есть неважно, как это назвать, это патологии стопы, потому что у римлянина второй и третий палец одинаковый, у грек – это второй палец длиннее первого, и это тоже патология. И у египтианина практически не дорожшая четвертый и пятый палец, то есть они не выросли, стопа не развернула. Все это патология стопы, это стигма дизембрегенеза. Сандалилидная щель на этой фотографии. Когда сандалии кто-то может носить, а кто-то не может носить, может носить – это стигма дизембрегенеза. Вот такие пальчики у Одриха Эккер, практически не дорожшая, с большой перекладины. Здесь мы видим сросшийся второй и третий палец синдоктилей, вот там на одном пальце это все есть. И я не буду говорить о всех стигмах дизембрегенеза, это невкусно, это неприятно. А вот эта прелесть – это корперот. То есть когда ребенок рождается таким корпером в том, это признак очень большого количества наследственных заболеваний, и по непонятной причине это стало модным. Маленький лайфхак ортезный для женщин, которые не могут ходить на каблуках, для того, чтобы ходить на каблуках, нужно иметь очень крепкие связки стопы. То есть когда мы видим вот эти вот несчастные, ковыляющие девочки, которые приходят в дорогу, слезы на глаза наворачиваются не от того, что стоишь, их пропускаешь, а от того, что как они несчастные иют. Для них вот с помощью ортезы был создан такой лохак. Если второй и третий палец мотать в лейкопластере, то на каблуках можно проходить на полчаса подольше, и ноги не так будут сильно болеть. Проблема диспластика в том, что помимо того, что болтаются у суставы, вырастает кожа, вытягиваются суставы, очень мало рецепторов. И в том числе проприорецепторов, которые отвечают за расположение в пространстве. Дети падают, спотыкаются на пустом месте, и практически это ставится на всю жизнь. Есть вот такие вот платформы. Я покупала на Алиэкспрессе, там вообще по 800 рублей, они очень прекрасные платформы, которые позволяют тренировать проприорецепторы детям с любого возраста. Когда на ней стоишь, очень хорошая тренировка не только мышц, но и проприорецепторов, которые отвечают за положение тела в пространстве. Практически все, это то, почему мы этим занимаемся, как мы к этому пришли. Практически все школы диспластологов рекомендуют гидропроцедуры в виде зарядки в бассейне, холодных душ, обливаний. Ну, понятно, что в соединительной культурной теории Алексеева гидропроцедура массажа душа Алексеева занимает первое место. Потому что на самом деле для того, чтобы можно взять и увеличить потребление белка, увеличить потребление меди, магния, и это легко, это можно прийти в любую аптеку и купить эти препараты. И это будет уже существенная помощь любому человеку, потому что это база, то есть от этой базы никуда не уйти. Но если кто-то хочет заниматься этим серьезно, то он идет дальше к этим диспластологам омским, питерским, и они составляют индивидуальные программы. Если открыть форумы, которые, ну, людей, которые сходили, допустим, к Адуриной в Питере, они полны предельных возмущений. Она нам выписала какие-то аминокислоты, она выписала БАДы, она выписала ни лекарства, ни пойми вообще что. То есть люди не понимают, что для того, чтобы что-то лечить, лечить это не значит пойти и купить тетраликс в аптеке, который будет якобы помогать при варикозе. Лечить это не значит пойти к хирургу и вырезать эту длинную и святую вену. Лечить это значит сделать человека менее голодным. То есть насытить его тем, чего ему не хватало с момента зарождения его в утробе матери. А ему не хватало там йода и меди хронически. И поэтому любой диспластолог в первую очередь будет решать проблему того самого базового микроэлементного голода. И он будет давать эти препараты в зависимости от того, что они перед собой видят. Ну гидропроцедура вот это основа. Почему это основа? Потому что коллаген, который нужно синтезировать все более прочным, он будет синтезироваться, если организм накормить, если будут кофакторы синтеза коллагена. А кофакторы синтеза коллагена это витамин С. То есть вот все врачи говорят, ой, вы переболели, витамин С попейте. Для чего нет? Ни один врач, вот ляда свидетель, да? Ни один врач не смог нам ответить на вопрос. Мы на нескольких конференциях проводили опрос, мы задавали врачам, а зачем вы рекомендуете витамин С? Ни один врач не ответил. Они действуют как операторы. Мы сказали назначать, а нет, назначают. Некоторые говорили, это ужасно, это страшно, витамин С, потому что оксалаты в моче будут. Про медь говорят то же самое. Медь, она ядовитая. То есть для чего нужна медь, для чего нужен витамин С? Ни один врач не знает. Приведите тест среди своих врачей, вы увидите тот же самый результат. Они не знают, зачем они это назначают. Витамин С и медь выполняют в организме одну и ту же функцию. Они упрочняют коллаген. Они необходимы, когда коллаген сворачивается, он сначала синтезируется в виде ниточек. Сейчас я вам покажу, у меня на картинке это есть. Сначала появляются ниточки, потом эти ниточки сворачиваются. Вот она, эта картинка. Вот коллаген. Он состоит из трех нитей. То есть вытягивается одна нить, вторая нить и третья нить. И эти нити должны оказаться сплетенными. Между ними должны появиться поперечные сшивки. Коллаген должен приобрести вид пружины. Он должен стать упрузин. Для того, чтобы вот этот сложный процесс произошел, необходимо присутствие в организме. Это как катализатор в химии. То есть должна быть как фактора. То есть организм должен быть насыщен витамином С, он должен быть насыщен метеом, он должен быть насыщен цинком и еще множеством всего. То есть нет этого. Вот этот коллаген не свернется, он не сошьется, он перестанет быть упроким. Это одна проблема. А вторая проблема в том, что коллаген должен все время обновляться. А вот он синтезировался у нас, он прослужил какое-то время. Но как в машине. Мы меняем изношенные детали. Точно так же и коллаген. Он должен исчезнуть. Известно, что для того, чтобы уснуть, нужно больше энергии, чем для того, чтобы проснуться. Уснуть очень тяжело. То есть для того, чтобы синтезировать коллаген, нужно определенное количество условий. И для того, чтобы коллаген распался, нужно, чтобы заработал фермент коллагеназа, который будет разрушать старый коллаген, для того, чтобы на его месте образовывался новым. А вот с этим уже у организма очень большие проблемы. То есть для того, чтобы разрушить этот коллаген, у него не всегда, у него еле сил хватало, чтобы какой-то коллаген создать. А для того, чтобы его еще разрушить, вообще сил уже нет никаких. Поэтому то, что выполняет душ Алексеева своими кавитационными струями – это способ разрушить этот старый коллаген. Я не буду сейчас рассказывать про душ Алексеева, это как везде в интернете написано, то есть он позволяет освободить место для синтеза нового коллагена. Нам постоянно после того, как мы много лет продавали душ Алексеева, стали задавать вопрос, а что вы можете предложить еще? Да, душ выполняет свою функцию – он разрушает старый коллаген, он позволяет организму совершать тренировку, ничего не делая. То есть за счет того, что я рассказывала о том, что Россия имела приоритет в развитии дисплазии, могла бы его долго удерживать, точно так же Россия сделала первое открытие в области так называемой сосудистой реакции. Это единственный закон медицины, который вообще существует. в медицине нет законов, он есть один. какой закон? Захарин его написал? Дастромора. Захарин впервые обнаружил то, что тогда, когда в зависимости от воздействия на тело, человек идет в баню, обливается холодной водой, у него кожа краснеет. В момент, когда кожа краснеет, в подкожное депо крови поступает огромное количество этой крови и поступает она из мест, где был застой. А когда она возвращается из подкожного депо, она возвращается туда, где крови не хватало, там, где была ишемия. Этот закон был открыт Захариным, а позже переоткрыт Дастромором, также в Дании и Франции. И приобрел это название. Ни один врач про этот закон не знает, в принципе его никогда не слышал. Для них это большое открытие, когда мы о нем рассказываем. И так же как Бакомолец в Киеве, так же и Киричинский в Киеве, сделал поправку к этому закону. Любой массажист знает, хорошо проведенный массаж – это тогда, когда после массажа человек бежит в туалет писать. Слышали, наверное, это такое, да? Массажистам могли рассказывать. Хороший массажист об этом знает, потому что тогда, когда при массаже расширяются капилляры кожи, точно так же расширяются капилляры в почках. То есть почечная деятельность улучшается при возникновении сосудистой реакции на кожу. Вот эта поправка была сделана Киричинским в Киеве, и практически это стало законом. То есть закон всегда, когда у него есть исключение. Вот есть закон Дастромора, и есть исключение из него, которое создал Киричинский. Так вот, гидропроцедуры, метаболическая терапия требует специально подготовленного врача, то есть вы можете что-то делать сами для себя. То есть вы найдете врача, который будет составлять вам схемы приемов микроэлементов, аминокислот, то процесс восстановления пойдет гораздо быстрее. Изменение образа жизни требует хорошо подготовленного психолога, который будет подбирать конкретно под этого человека. А вот то, что Алексеев ничего не требует, все это можно взять и начать им пользоваться. Все диспластики знают. Диспластики, у кого постоянно болят суставы, они знают, что им нужно есть холодец, бульон, зарядное. Едят они это постоянно. То есть есть люди, которые вообще зависимы от всего этого. Регулярный контакт с едем. Мы не можем рекомендовать никому действительно потребление витамина С. Во-первых, у нас витамина С на рынке вообще нет никакого. Тут можно забыть о том витамине С, который продается в наших аптеках. Это кислотная форма, которая ядовита, на которой даже бактерии не растут. То есть витамин С, который продается у нас в аптеках, можно использовать для очистки сантехники. Он очень хорошо для этого подходит. Масло для увольника китайского. В ожирении. То есть витамин С я видела в Болгарии очень хорошую, некислотную форму. Но практически про него можно забыть. Но потребляйте его только из чистого вида. То есть вот из капусты квашеной, из морозины, которая сейчас пойдет. То есть вот таким образом можно его исполнять. Но медь выполняет те же функции, что и витамин С. Поэтому у нас сейчас мир стал пластиковым. Раньше он был медным. То есть очень много меди находилось вокруг человека раньше. Никто не боялся никакой меди. Еще в принципе не было никаких заявлений о том, что она ядовита. Я расскажу откуда появился миф о ядовитости меди. Это очень интересно. Медь раньше лудили. Лудили ее, потому что медь очень мягкий металл. И съедался очень быстро. То есть в богатых семьях медь не лудили. То есть поскольку купили они один чайник или один самовар, но через год они купили другой чайник или самовар. А вот бедные семьи не могли себе позволить менять самовары постоянно, потому что медь уходила вместе с водой. И поэтому их лудили. То есть вроде бы у нас медный чайник, но он дольше сохраняется. Во время Первой мировой войны промышленники начали мухлевать. И они покрывали вместо цинка свинцом, потому что он был дешевле. И в результате медная посуда, луженная, стала ядовитой. И когда большевики пришли к власти, для того чтобы решить эту проблему, они просто запретили вообще всю медную посуду. Оттуда появился миф о том, что медная посуда, она ядовитая. То есть не медная посуда ядовитая. Ядовита та посуда, которая в годы Первой мировой войны была луженая свинцом в целях экономии и быстроты. Но живучесть мифа просто вообще великолепно, превосходна. То есть он живет до сих пор. И до сих пор мы, когда предлагаем медь, мы сталкиваемся с тем, что идет такое же отторжение. То есть какая медь, о чем вы говорите, это же вообще страшный яд. Яд, если вы медь положите в уксус, там вырастет ярмедянка, зеленая такая, страшная, и вы ее съедите. Вот это будет яд. Но я не видела человека в здравом уме, который бы стал это делать. Поэтому раньше были, очень любили прикладывать медные пятаки. Мы сделали вот такие вот чистые меди, 99 меди, и предлагаем обменять воду, и вода становится вкусной и полезной. Это один из элементов базовый, то есть это не терапия дисплазия, это базовая терапия дисплазия. И магний. То есть, опять же, если вы любую школу диспластологов откроете, это магний. магний сейчас в аптеке, вот я недавно только была, посмотрела, во всех формах, какого его только нет, любого совершенно, он всяческий. И он, в принципе, весь полезный, но я бы рекомендовала натуралкалу. Просто я ему больше ступеряю, он американский. Мелодранат. Все слышали про этот скандал с мелодранатом? Откуда он взялся этот скандал? Мелодранат – это препарат, который был разработан для лечения диспластика. Он был разработан в Риге, он был апробирован в Омске, он дает очень хорошие результаты, он действительно помогает. Он действительно очень хороший препарат. Запретили его просто потому, что такое количество диспластиков, которые есть в спорте, это уже просто зашкаливает. А диспластик, с одной стороны, человек, который слаб, который остеничен, который лобилен эмоционально, но при этом, я же про морфанах говорила, про содержание адреналина и в крови, на какие нагрузки они способны. Мы не знаем, на что способен диспластик, каким образом идут мутации этих генов, к чему все это приводит. Поэтому запрет мельдония – это фактически запрет на содержание тяжелого диспластика в спорте. Потому что тяжелый диспластик без мельдония в спорте не находится, он там не сидит. Вот я практически все вам рассказала, потому что это только поверхностное представление об этом вопросе, и я бы хотела из него вынести, то, чтобы вы вынесли, две вещи. Дисплазия есть у всех и у каждого. Дисплазия поддается контролю. То есть это не приговор, который вот вообще вот все, у меня дисплазия, и я как бы с этим буду умирать. Мне было 14 лет, это был такой период, когда про дисплазию так стали, что-то такого услышали, и про ляпси метрального клапана обнаружили. Я пришла к врачу, мне сказали, что у меня про ляпси метрального клапана, я до 30 лет не доживу. То есть представление совершенно дичайшее. То есть мы что-то слышали, мы что-то тут повторили. Я была очень сильно удивлена и сказала, что я переживу этого алкоголика, который мне это сообщил. Сейчас у меня уже намного больше, чем в 14 лет, 30 лет я пережила уже много раз, и у меня нет про ляпси метрального клапана. То есть все контролируется. Каждые 4 года организм меняется полностью. То есть полностью изменяются все ткани его. И если мы делаем что-то, что позволяет этот организм укрепить, то мы с каждым разом будем делать тело более крепким. Если мы будем делать все для того, чтобы тело ослабло, то с каждым разом будет слабить и слабить. Поэтому нет приговора. Есть задачи, которые нужно решать. Базовые принципы решения этой задачи я вам рассказала. Найти информацию в интернете самостоятельно. Вы найдете кучу мусора, который, ну вот я говорю опять же, про ляпс-метральную клапан вы 14 лет не доживете. Читать работы Алексеева я вам не могу посоветовать, потому что вы в них ничего не поймете. И что вам остается делать? На самом деле я очень долгое время всем своим знакомым рекомендовала пить или карнитин. Я говорила, что вот если вы хотите много что-то делать, вы пейте или карнитин, хуже не будет. Меня очень сильно порадовало, что подруга, которой я 10 лет говорила, что нужно пить или карнитин, она мне вчера позвонила и сказала, ты знаешь, я купила. Я говорю, а что тебя сподвигнуло на это? Она говорит, не знаю. То есть какое-то накопление знаний в популяции, оно происходит. Мы все-таки живем и развиваемся. И если эта лекция была совершенно невозможна еще пять лет назад, сейчас вы меня слушаете. Пять лет назад эта лекция вызывала, ну ладно, что это? Вопли фашизм, заткнитесь, я слушать это не хочу, хлопанье дверью, убегание. Все равно что-то происходит. Поэтому нам остается надеяться на то, что все-таки знания будут тем или иным способом пробиваться, а вам я советую вот эти вот несколько простых приемов использовать. Вопросы? НУК ВОСТОИ Продолжение следует...